Форма такая черно-зеленая. Ну ладно, отвлеклись мы немножко на цвета. Остальные набросают штрафные. У Валерия очень хорошая некая кисть для большого. Однако первая штрафная она не забила. Усиливалась после подписания Липунова и Мушниковой. А теперь с тех пор, как за них стало стабильно приезжать... Иванова. Скидка на Журавлева. Журавлева со средней. Заряжает Олеся точно в цель. Бросок у нее в коллекции имеется. Так что она такой же универсальный игрок, как Иванова. Только чуть большим уклоном в защиту. Иванова со средней. Ух, бам, прямо через Кононову. Задергает Шаркова. В итоге находит Елисеева. Елисеева почему не давала... Ну ладно. Можно сказать, что передача получилась. Татьяне по 36 номерам. Смена произошла у Либерти, у Гласова и Мелешева вышли. Реализуют первый штрафной Флаксина. Уже она была важным стартовым игроком этой команды. И вот она давно не приезжает. Приходится ее заменять. Периодически в старте выходит то Федотова, то Шаркова. Но мне кажется, что это призма этой команде и вариативности в атаке. Потому что Скай обычно та команда, которая поставила лезть под щит. Ух ты, из-под руки забивает Шаркова. Ермилина. Шестковатый пас. Ермилина все такие прям пасы, как камни раздает. О-хо-хо! Второй раз из-под ю... Нужно уметь переключать скорости и играть вариативно. Лучшего защитника команды вообще есть. Ну и понятно, что у Либерти есть игроки на разных позициях. Есть Астанина. Но мне кажется, если брать такой общий оверл уровень игрока в защите, наверное, самый сильный будет у Машлинкова. Потому что она на ногах великолепная, на постах перехвата за игру. Ну, вообще решает вопросы во многие в матче. То, конечно, это потери, когда такой игрок не приезжает. Опа! Трешка от Липуновой! Готовит к сопернику. Ну, а Германович, Надежда, даже не знает, что про нее сказать. Нет мне про нее характеристики. Потому что как-то особо незаметно надо Либерти. Небольшие минуты проводит. С физическими дефектами на равных. Это, на самом деле, очень круто. Ну, либо какая-то миграя пользуется, да, таким... Чуть-чуть пользуется, как это называется, терпением. И судьи соперников затягивают время. И судьи соперников затягивают время. Выходит с тайм-аута. Реализует Иваново первое штрафное, между тем. Второй турботенок. Он, конечно, будет зарабатывать фалы. Либо будет безнаказанно забивать в краске. И соперник будет позволять. Первое. Именно поэтому очень важно иметь навык бросания... Иметь навык хорошего штрафного. Поэтому останет нам владеть, что тренирует она. Липунова с мячом. Ух ты! За спину, как проводит Виктория! Хо-хо! Нормальный такой проход от Липуновой. Отличный болгхендлер Виктория. Доказано сейчас в этом владении. Плаксина в посте из-под руки. Красиво раздевает Липуновой. Иванова. Снова грузит Плаксину. Снова Плаксина из-под руки бросает. Власовый, я ничего себе не говорю, не совсем понял. Иванова. Пыталась Липунова там сейчас догнать Иванова. На трешке Германович. Нет, это Власова была. Власова. Кононова три. Проверяет. Да, есть. Есть ли Конон от Федотова? Федотова не забивает Федотова. Гермилин там борется за подбор. Хорошо. Плаксина с Федотовой. Навязали борьбу с Гермилином. Второй еда было. Мимо всех полимеров. Так, у нас Кононова пытается убежать. Быстро отрыв. Светлана. Ой-ой-ой! Хо-хо-ой! Ситуации. Доверяйтесь, судим. Какой мой совет? На Станина. На смысле Липунова. Вот это Астанина была. Чушь сверху не поставила. На самом деле, Своим игроком не сыграла. И кому-то пришлось ее страховать из центровых. Потому что, мне кажется, Иванова до сих пор была в небольшом шоке из-за того, что Денисислили фолк. Но удалось ранено пороться в защите. Поняли, что Плаксина максимально опасный в данный момент игрок в составе Sky. Самый опасный. А вот Ирминь идет к кольцу. Ну, куда? Ой-ой-ой, Иванова. Да, не хватило. Не хватило хладнокровия. Это проблема для всего коллектива. Надо успокоиться. Екатерина. Незащита на попадание. Защита на попадание. Хороший Иванова. Ну, вот. Но главное все-таки ей холодной головой подходить к Бачу. Потому что не стоит ей заводиться. В том моменте, конечно, она неплохо сыграла. Позволила, заканчивается. Умеет. Умеет Либерти иногда включить забодробительную защиту. Чуть-чуть подустало плакать. Журавлево. На Ермилина играет. Лицом кольцо Ольга. Ну, наконец-то забивается о средней. Кодорева. И третий. Елисеева. На трешке Анастасия. Однако бросать неудобно. Сама со средней. О-хо-хо. Забивает Анастасия Елисила. Суперактивная Куфана Конова. Есть матч бегущая. Липунова получает заслон. Кои в зону с фолом. С фолом. Сейчас мы должны узнать, смогут ли Скай собрать свою волю в кулак. Потому что Либерти. Либерти, да. Флаксина. В смысле не Флаксина, а Конова. Конова Елисеева. Журавлева с мячом. Дальше на Иванову. Прихватывает Иванову Липунова. Проигрывает позицию сейчас. Елисеева. Слышает она. Но дверя этой Морозов не меняет. Меняет он Германович. Вместо нее выходит Мелешева подсельцев. Второй старый лидер команды, который тащил команду весь Елисеевой в первой половине сезона. Когда у Либерти были дела, очень непросто складывались. Пятый персональный. Комба. Два в одном собрала Власова. Не сможет она продолжить матч. К сожалению. Реализует первый штрафной Плаксина. Все-таки кольцовочка нас ждет. Нас ждет клатч. Может быть и на овертайм забахнемся мы сегодня. Почему бы и не? Ой-ой-ой. Ошибка, конечно, была. Нельзя было фалить в этой ситуации. Нужно было фалить либо с самого начала. С самого начала фалить. Не тратить время. Либо вообще не фалить. А фалить уже на исчезе владения было бессмыслено совершенно. И при этом защищаться еще. Ермилина. Ермилина с разворот. Не каждый день такое увидишь. Мужики такое редко забивают в АБЛ. Стальные нервы Липуновой. 3 из 3 от Виктории. Журавлева. Смотри на тобой. Времени вообще нет. Ермилина. Капитанский клатч. Ольга Ермилина. С вами Лазаря, Нануш. После победы непростая получилась игра. Однако выиграли. Что скажешь по игре в целом? Тяжелая игра была. Мне кажется, это была достаточно принципиальная игра. Потому что мы с командой Sky на одинаковом уровне в таблице. И было важно выиграть, чтобы все-таки подтвердить наше третье место. Или второе? Второе уже. А там у нас Глория, да? Глория у них просто недостаточно пока матчей. Хотелось бы второе, конечно. Но так в таблице это третье. Там в первой половине сложно было против Плакси. Но Плакси много набрала. В второй половине как будто бы там в дабл-тиме стали брать. Перестала она забивать. Какие-то будут тренерские решения от Морозова? Или просто как что скажешь? Мне вообще кажется, что вся игра строится на тренерских решениях. Спасибо Жене. Он молодец. Светлана помнила с того, что каждый матч приезжает за Либерти. Это так будет часто происходить или как? Да, Светлана будет играть за Либерти теперь. Отлично. Отлично. Очень лаконичный ответ. Я даже не знаю, что еще спросить. Во второй половине Анастасия Лисеева напомнила с первой лидера. Забила пару важных трех очковых. Она после травмы вернулась, правильно? Да, она после травмы вернулась. Ну что ж, отлично. Спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо.